В руках у Ирины Вишневской уникальный экспонат. Шлем 15-16 веков. Таких здесь всего два. Этот, малый и большой. Археологическую находку, ставшую настоящей сенсацией, сделали 10 лет назад. Именно тогда прошлое тесно переплелось с настоящим. Он был найден в 2015 году при строительстве центральной кольцевой автодороги. Участок, который соединял Звенигорода Голицына. Сейчас этот участок проходит по современному селу, называется который Игнатьево. Раньше это было древнее селище Игнатьево-2. И это селище упоминалось еще в 16 веке в Песцовых книгах. И упоминалась она как в отчине Елизарово-Добрынских. Специалисты предполагают, эти воины служили двум князьям – Звенигородским и Дмитровским. Шлем, скорее всего, принадлежал юноше. Его диаметр не больше 20 сантиметров. Ирина Вишневская рассказывает, находка интересна еще и тем, где была сделана. Чаще всего военный арсенал оставляли на поле брани, но в этом случае он оказался в подвальном помещении. Они были зачехлены в органике, в коже, следы которым мы здесь видим. И реставраторы пришли к выводу, что вот эту органику они не будут снимать. Хотя под микроскопом видно, что проходит инкрустация, орнамент, причем по нижней части шлема и по центральной части шлема тоже. При изготовлении шлема мастера использовали железо для росписи серебро. Своей кунусообразной формой он, скорее всего, обязан Османской империи. Помимо этого, у головного убора были науши, которые сейчас находятся на реставрации. Здесь есть крепление для науши и предполагается, что эти науши крепились с внутренней части к этому шлему. Такими историческими ценностями может похвастаться разве что оружейная палата в Москве. Реставрация уникального шлема проходила в два этапа. Специалисты не только восстановили его облик, но и провели исследования. Первый этап тоже достаточно длительные около года. Потом, конечно же, нам помогало Министерство культуры Московской области, которое выделяло деньги на реставрацию шлема. И вот второй этап завершился буквально в 2024 году. Сотрудники музея-заповедника заверили, в ближайшее время жители и гости Звенигорода смогут своими глазами увидеть шлем времен Ивана Грозного. Карина Еряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».